Войдя в альянс Renault-Nissan, компания Mitsubishi Motor затеяла глобальное обновление дилерских центров. Корпоративный стиль не менялся более 15 лет, и отцы-основатели решили его сделать более современным и премиальным. А фирменными цветами назначены черный, красный и белый. Ребрендинг Mitsubishi идет во всем мире. И хотя в России он совпал с экономическим кризисом, Марка смело инвестирует в свой имидж. В первую очередь это, так скажем, точка контакта нашего клиента с нашим брендом. То есть, когда клиент приходит в дилерский центр, для него это лицо компании. Восемь дилерских центров в России уже модернизированы. Оценить новое качество клиентской среды нас пригласили в Санкт-Петербург, в перекроенный центр Галланд Авто. В северной столице Mitsubishi занимает почти 6% рынка, а это втрое больше, чем в среднем по России. Почему? Я думаю, здесь два фактора. Это, конечно, наш благодарный покупатель, потому что Санкт-Петербург очень приятный, отзывчивый город. И мне очень радостно работать с людьми, которые высокообразованные, разбираются в технике и выбирают лучшее. Цена, качество – это наш очень сильный параметр. А второй момент – это, конечно, дилеры, потому что здесь мы среди очень конкурентной среды. Мы много думаем над новыми технологиями, пытаемся их внедрять и использовать. Поэтому это дает эффект. После драматического падения, вслед за российским авторынком, Mitsubishi активно восстанавливает продажи, два года подряд показывая почти двукратный рост. Готовятся и новинки. В ближайшее время, то есть в июле, во второй половине июля, мы запустим новую модификацию Mitsubishi Outlander с семиместным салоном. К концу года Mitsubishi обновит в России 20 дилерских центров, а ребрендинг всей сети займет около двух лет. Субтитры создавал DimaTorzok